Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас в новом курсе по созданию сайта под ключ на заказ. Разрабатывать сайт мы будем для компании ОВК-строй. Данная компания занимается монтажом систем вентиляции и кондиционирования. Итак, с чего нужно начинать создание любого сайта под ключ? В первую очередь необходимо изучить техническое задание, которое отправил вам клиент. В данном случае мне клиент отправил два файла, можно так сказать. То есть, первый это структура будущего сайта. То есть, отсюда мы можем видеть, какая примерно структура должна быть у сайта, что должно входить, что мы должны учитывать при разработке данного сайта. И второй файлик, это у нас тоже типа текстовая информация. То есть, что мы имеем? Мы имеем два сайта, которые уже есть. Давайте откроем их, посмотрим, что они себя представляют. То есть, это сайты, которые уже есть. То есть, отсюда можем брать какую-то информацию, но не всю структуру, не полностью, конечно, копировать. Если мы их полностью скопируем, то фактически мы сделаем то же самое. Если требуется создать новый LP, то есть, или новый сайт, у нас будет сайт, главная страница в виде лендинг пейдж, а остальные страницы просто текстовые. И второй сайт. Второй, ну это не сайт, это наброски, то есть, наброски информации тоже, которая может быть нам полезна. Так, давайте посмотрим, что нам необходимо учитывать, учесть при разработке данного сайта. Так, в первую очередь, эта главная страница должна быть в виде страницы захвата. То есть, она должна быть длинная в виде лендинга. Далее, должна быть незамороченная структура сайта, простая, понятная, с использованием современных текстур, цветов. Должны быть какие-нибудь дизайнерские фишки, движущие элементы, ну или анимация, но небольшие, для антуража стиля, чтобы все все-таки подчеркнуть современность. Но структура должна оставаться простой и понятной. Далее, страницы основного описания услуг и продуктов. То есть, ну это отдельные страницы, где мы будем описывать конкретно преимущества каждого продукта. Далее, на сайте будет описание предлагаемого оборудования. То есть, это будет, я так понимаю, в виде небольшого такого каталога. То есть, добавляться будут постепенно различные, различные айтемы на сайт. Так, ну, система управления должна быть, как мы видим, то есть, должна быть возможность добавлять информацию. В качестве системы управления я обычно для коммерческих сайтов выбираю модекс. Именно на этой CMS мы будем, на эту CMS мы будем садить нашу верстку в дальнейшем. Ну, обязательно должен быть адаптивный дизайн. Я думаю, это у каждого сайта он по умолчанию уже должен быть. Далее, ключевые направления или секции. То есть, это у нас направление, то есть, чем занимается фирма монтаж, проектирование, оборудование, системы вентиляции. Ну, или есть предложения какие-то еще. То есть, мы в дальнейшем это отобразим. Секции must-have, секции, которые должны быть обязательно на странице захвата. Это отзывы, наша команда, ну и прочее. Это мы в дальнейшем тоже рассмотрим. Так, также необходимо сделать, уделить внимание тому, что фирма работает без предоплаты. Бесплатный выезд инженера и расчет стоимости. Так, это все исходные данные, которые у нас есть. С чего стоит начинать разработку любого сайта? В первую очередь, с прототипа. Я разрабатываю прототип в онлайн программе wireframe.cc. У нас был урок по ней, вы можете найти на канале, как ей пользоваться. Итак, это все исходные данные. Ну, что касается прототипа и вообще в целом дизайна всего сайта. Смотрите, должна быть обязательно у сайта шапка, из которой нам должно быть понятно, чем занимается фирма и о чем вообще пойдет речь в дальнейшем. А то иногда, знаете, бывает, заходишь на сайт и непонятно. Есть логотип, есть преимущество. А чем конкретно занимается, это не учтено, не отображено. Это ошибка на самом деле. В первом слайде, который попадает в наше внимание, нам нужно как можно четче определить именно направление своего сайта. Какую-то картинку разместить, которая ассоциируется у нас именно с этой деятельностью этой фирмы. И сделать что-то запоминающееся или понятное. Лучше всего, если сделать что-то понятное. Итак, давайте отделим нашу шапку от всех остальных секций. Такой вот прямоугольничек нарисуем, сделаем его маленько потемнее, таким цветом. Переключение обводки и основной заливки, обводку сделаем непрозрачной. То есть, наоборот, прозрачной. Это у нас будет первая секция. Значит, что дальше? То есть, не первая секция, ну, можно назвать первая секция или хейдер, шапка. Далее, что мы сделаем? Далее, нам нужен логотип. Логотип мы отобразим довольно-таки просто. Мы его сделаем просто картинкой. Такое. Тут единственное, что маленько неудобно, это то, что нельзя рисовать поверх прямоугольника, который уже, например, есть. То есть, мы поверх него не сможем нарисовать, мы сможем его только передвинуть. Ну, да ладно. Так, ну, давайте нажмем кнопку Save, чтобы он нам сгенерировал короткую ссылку, которая будет на этом сервисе бесконечно долгое время находиться. И мы сможем в любое время редактировать. Также клиент может сам редактировать. Давайте высоту сделаем 8000 пикселов на всякий случай. Для того, чтобы нам можно было редактировать и не задумываться ни о чем. Кроме того, в настройках можно отобразить сетку. Так, сетка у нас почему-то не отображается. Так, это у нас привязка к сетке. Grid Size. Ну, я думаю, можно сохранить, обновить страницу. И у нас сетка должна, по идее, появиться. Да, сетка у нас появилась. Видимо, какой-то был небольшой глюк. Так. Отобразим. Ну, что касается скетча или прототипа, он у нас должен быть чисто символическим. То есть, мы только должны отобразить положение блоков. Вы можете рисовать прототип на листе бумаги, а не в программе какой-то. Но мне удобнее набрасывать структуру именно в программе. Давайте сделаем каким-то таким цветом. Будем рисовать ниже этого квадрата, а потом перемещать наверх. Так как у нас, как видите, проблема с тем, что рисовать на прямоугольнике уже нельзя. Ну, напишем просто логотип. Логотип ОВК Строй. Так. Вот таким образом сделаем. Сделаем поменьше размер. Так. Опять же, чисто символически отобразим, что это логотип ОВК Строй. Давайте сделаем, например, белый его. Так. Дальше что у нас идет? Дальше я предлагаю отобразить пункты меню, которые будут ввести на другие внутренние страницы. То есть, это у нас главная будет страница. Ну, и смотрим по ключевым направлениям. То есть, главное, все направления мы отобразим в нашем LP. Дальше идет монтаж. Так. Дальше у нас идет проектирование. Оборудование. Ну, и контакты. Ну, и контакты. Контакты нашей фирмы. Так. Давайте разместим здесь меню. Сделаем чуть-чуть помельче шрифт. Ну, и нам необходимо отбить друг от друга пункты меню, чтобы как-то маленько разрядить их. Поэтому мы сделаем отдельно. Каждый пункт мы сделаем отдельно. Монтаж. Проектирование. Оборудование. Сразу сделаем их поменьше. Размером. Так. И последний пункт меню. Это у нас контакты. Также сделаем поменьше его. Ну, и друг со другом здесь вот их разместим. Монтаж. Проектирование. Оборудование. Оборудование. И контакты. Дело в том, что вайфрейм.сс не понимает количество пробелов. Если мы напишем так, то он все равно разделит всего лишь одним пробелом. А нам нужно отобразить, что это действительно какая-то структурная единица. И отделить немного большим расстоянием друг от друга их. Примерно вот так это у нас все будет выглядеть. Так, эти элементы можно сгруппировать. Обратите внимание, если мы введем сверху вниз, у нас появляется возможность рисовать новые элементы. Если мы введем выделение снизу вверх, то мы выделяем. Нажимаем Shift и удаляем из выделения вот этот фон. Нажимаем Ctrl G и группируем наше меню. То есть, теперь мы можем его таскать отдельно от других элементов. И размещать там, где нам необходимо. Так, дальше что? Кроме того, необходимо в шапке также отобразить телефон компании. Ну и сделать возможность заказать обратный звонок. Так, телефон компании. У нас будет вот такой. Сразу его можно сделать маленько посветлее. Нужно белым даже попробовать. И заказать обратный звонок. Опять же, шрифт маленько поменьше сделаем. Так. Можно чуть-чуть потемнее сделать, чтобы выделить приоритет. То, что у нас это не очень приоритетный элемент. Самый главный приоритетный элемент это у нас телефон. Ну и отобразить, что здесь должно быть изображение какое-то. То есть, любое изображение мы отображаем именно квадратиком таким. Квадратиком изображение. Это будет говорить нам о том, что когда мы будем рисовать дизайн, нам обязательно нужно будет здесь разместить какую-то иконку телефона. Тут, я думаю, понятно. Для чего, как и зачем. Таким образом. Не забываем сохранять. Так. Также можно выделить подчеркиванием. Заказать обратный звонок. Просто делаем линию. Так. Она у нас довольно интересно так отобразилась, что мы ее попробуем сейчас как-нибудь пододвинуть. Так. Ну ладно, сделаем так. Чуть-чуть пошире. И выделим ее таким же цветом. Это у нас цвет. Именно обводки уже идет. Вот такой вот потемнее. Маленько. И можно клавишами вперед-назад передвигать. Но мы видим, что он у нас передвигается вместе с фоном. Поэтому фон мы сейчас маленько поправим. Вот таким образом. То есть, чисто визуально, чтобы было понятно, что он подчеркиваться должен. Скорее всего, в дизайне он будет подчеркиваться у нас именно пунктирной линией. Так. Далее нам необходимо отобразить основной заголовок в шапке. Можно сделать его вот здесь. Текстом. Монтаж. Систем. Вентиляции. Так. Вентиляция. И кондиционирование. Так как это у нас основной заголовок, мы делаем его белым цветом и самым крупным шрифтом. Выравниваем примерно по логотипу. То есть, тут, смотрите, есть своя сетка. Но, в принципе, чисто визуально достаточно будет отобразить, как это должно у нас выглядеть. Так. Дальше. Ниже пишем. У нас есть дополнительно, туда есть такая секция. То есть, мы работаем без предоплаты. Работаем без предоплаты. И, кроме того, также у компании имеются скидки в 40% на все. Так. Работаем без предоплаты. Ну, сделаем такую черточку. Скидки до 40%. Здесь сделаем шрифт поменьше. Сделаем чуть-чуть поярче. Но не ярче основного заголовка. Так. Ну, чуть-чуть повыше. То есть, примерно нужно соблюдать отступы, чтобы было понятно, как это в результате будет выглядеть. Кроме того, у нас в шапке должна быть кнопка действия. Компания предлагает бесплатный расчет стоимости. То есть, можно отобразить кнопку рассчитать. Давайте определим вид всех кнопок для начала. Примерный. Значит, прямоугольник будет у нас без обводки. Ну, и сделаем его каким-нибудь вот таким, например. Ну, это чисто для примера, то есть. Даже можно потемнее сделать его. На которой будет написано рассчитать стоимость. Рассчитать стоимость. Рассчитать стоимость. Сделаем посветлее. Выделяем оба элемента и передвигаем вот сюда примерно. То есть, что будет происходить по нажатию на эту кнопку. Будет всплывать поп-ап, в котором будет предлагаться ввести имя, телефон, контактные данные. И заголовок будет типа расчет бесплатный. Типа заказать бесплатный расчет. Оставьте телефон, и мы перезвоним вам. Ну, и еще можно добавить какие-то поля. Например, какова площадь помещения. И какие-то другие технические поля, которые будут важны для того, чтобы определить именно стоимость заказа примерно. Рассчитать стоимость. Так, только у нас тут ошибочка. 2С. Так, рассчитать стоимость. Ну, это не определяет то, как кнопки будут выглядеть в дизайне. Они вполне возможно будут совсем по-другому выглядеть. Ну, примерно это будет как-то так выглядеть. То есть, примерно так. Так, то есть, примерно здесь у нас будет именно находиться кнопка. Так, ну, я тут подумал. Давайте, наверное, как-то более экономично использовать то пространство, которое у нас есть. И данные элементы, которые у нас находятся слева, мы маленько раздвинем по краям. Чтобы здесь и здесь у нас был примерно одинаковый отступ. Примерно вот так. Меню. Меню у нас группировано, поэтому мы его тоже примерно посередине разместим. Между вот этим элементом и вот этим. Так, сохраняем. Так, обратите внимание, здесь я еще нарисовал, ну, такое изображение, да, и тематическое изображение или фон шапки. Для чего это, зачем? Значит, смотрите. Под видео вы найдете ссылку на хабр. Там я писал о создании дизайна лендинг пейдж, чем нужно руководствоваться и ключевые моменты именно создания дизайна лендинг пейдж. Я там отобразил. Обратите внимание, если это шапка, да, какого-то сайта. Ну, не важно, лендинг пейдж это или сайт. Нужно уже в шапке отобразить изображение того, что из себя представляет продукт. То есть, человек, когда зайдет на сайт, он должен захотеть заказать. Он должен сразу понимать, чем занимается эта фирма. Если она пирожками торгует, то тут должны быть горячие пирожки или пицца или что-то еще, или суши. Но картинка должна быть яркая, сочная и красивая. Значит, здесь у нас в шапке будет тематическое изображение или фон. Скорее всего, я думаю, здесь у нас будет фон тематический, да. Это будет помещение какое-то с кондиционером или что-то еще. А здесь какая-то модель кондиционера будет. Или другого оборудования. Мы уже, когда будем рисовать дизайн, конкретно на это уже обратим внимание. Так, дальше. Преимущества. Почему клиент должен обратиться именно в эту фирму? Преимущества также необходимо указать именно вверху страницы. То есть, желательно под шапкой или... Ну, можно в самой шапке, если у вас определен уже заголовок. Или можно в следующей секции. Давайте нарисуем следующую секцию, в которой отобразим преимущества компании. Так, отключим бордюрчик. Сделаем секцию потемнее маленько, примерно таким цветом. Это у нас будет секция преимуществ. Как мы сделаем преимущество? Она у нас будет узкая секция, в которой будут у нас цифры, конкретные цифры. Данные цифры можно взять с сайтов, которые уже есть. Например, мне понравился вот этот вот разделчик небольшой, который уже есть. Это ОВК строй в цифрах. То есть, здесь конкретно 6 лет успешной работы, более 50 выполненных объектов, более 120 партнеров, более 100 уникальных решений, более 250 тысяч квадратных метров установленных в воздуховодов. Это замечательное преимущество. Эти цифры нам как раз подходят. Это то, что нужно. Итак, как мы их сделаем? Значит, цифры, сами цифры мы будем делать большими. То есть, текст 6. Увеличиваем. Самый большой ставим размер. Посветлее. Ну, в принципе, ладно, посветлее пока можно оставить так. 6. Дальше рядом у нас идет лет. Слово. 6 лет. Пока цвет не меняем, ничего не меняем. Пока делаем так. А внизу уже более подробно, к чему относятся. Успешные. Работаем. И здесь внизу уже делаем мелким шрифтом. Так. Давайте теперь поместим это. Ага, у нас посветлее надо маленькое сделать. Ну, ладно. Сделаем посветлее. 6 лет успешной работы. То есть, также отталкиваемся от данного края, который у нас определен. Можно чуть-чуть вот так сделать. Ну, то есть, представляем, да, что у нас такие разделы. И у каждого раздела есть небольшой отступ. Примерно вот таким образом. Можно вот это слово, да, которое у нас после цифры идет, стилистически выделить и просто сделать его маленько потемнее как-то. Ну, так, например, да. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. Следующее преимущество. Так. 150 выполненных объектов. Значит, пишем 150. Вот это пока отодвигаем. 150. 150. Так. И здесь уже не лет, а объектов. Так. И здесь уже конкретизируем. То есть, более 150. 100. Выполненных. Объектов. Так. Отлично. Я сразу думаю, их маленько пониже. Ну, как бы общая стилистика, не стилистика, а структура должна все равно сохраняться. Это, конечно, не конечный дизайн. Конечный дизайн мы будем прорисовывать в фотошопе. А именно стилистика должна, не стилистика, а структура должна быть сохранена. Поэтому, давайте дальше идем. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. Следующее преимущество. Ну, тут тоже надо смотреть, чтобы было примерно одинаковое расстояние. Я так понимаю, что это у нас будет центральное преимущество. Поэтому, здесь тоже два будут оставаться. Поэтому, примерно, так, примерно посередине мы его разместим. Примерно посередине. Ну, примерно так. Так. Следующее преимущество. Более 120 партнеров и поставщиков. Значит, пишем 120 партнеров. Ну, тут более 120 партнеров и поставщиков. Так. Я все-таки думаю, у нас будет не 5, а 4 преимущества. Поэтому, давайте их маленько разрядим между собой. Немножечко. Так. Приблизительно. Потом все равно подровняем еще маленько. Так. Ctrl-C, Ctrl-V. И последнее преимущество у нас будет. Так. Давайте посмотрим, что у нас есть. 250 тысяч квадратных метров, установленных воздуховодов. Прямо так и напишем. То есть, давайте партнеров отодвинем пока. 250 тысяч квадратных метров. Квадратных метров вырезаем. Нам нужна цифра к 250 тысяч. А здесь уже пишем квадратных метров. Установленных воздуховодов. Тоже клевое преимущество. На это нужно обратить внимание. Можно даже в одну строку. Ну, видите, у нас везде по две строки. Ну, и тут тоже пусть будет в две строки. Так. Ну, такие вот у нас получились преимущества. Давайте вот это тоже маленько пододвинем сюда. Перфекционизм все-таки берет свое. И нужно, чтобы все было ровненько. Так. Ну, все. Теперь просто супер. Так, шапка у нас готова с преимуществами. В следующем уроке мы продолжим рисовать прототип. Определим, какая секция будет следующая. До встречи в следующем уроке.